Ксения Петербургская. Настоящее имя Ксения Григорьевна Петрова. Православное юродивое дворянского происхождения, жившее в Санкт-Петербурге. Канонизировано в лике блаженных 6 июня 1988 года на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Жизнь одной из самых милостивых святых Русской Церкви, блаженной Ксении Петербургской, память 6 июня и 6 февраля, похожа на лавсторе, когда-то Ксения Григорьевна Петрова потеряла все за один день. Никто не знает, когда она родилась. Но в ту пору, где-то в начале XVIII века, Петербург еще достраивался. Улица, на которой поселилась молодая прекрасная, респектабельная семейная пара, военный Андрей Федорович Петров и его жена Ксения Григорьевна Петрова, вся состояла из деревянных домиков. Счастливые пары не так интересны обывателям, как бродящие по околодку сумасшедшие. Вот и эта пара ничем особенным не отличилась в памяти народной, разве что муж был интересный человек, будучи военным. По преданию в чине полковника он пел в церковном хоре. Все изменилось в день внезапной кончины Андрея Федоровича во цвете лет бесхристианского покаяния. На похоронах Ксения Григорьевна была одета в камзол, кафтан, штаны и карту с покойного мужа. Весь костюм был традиционных армейских цветов, зеленый с красным, а сама Ксения, которой тогда минуло только 26 лет, выглядела совершенно сумасшедшая. Она всех уверяла, что Андрей Федорович жив и что эта его жена, Ксения, скончалась. Конечно, соседи жалели несчастную вдову, не выдержавшую удара судьбы, но сама вдова не понимала, почему ее жалеют. Ксения Григорьевна Петрова стала скитаться по улицам и всем, знавшим ее, предлагала признать в ней покойного Андрея Федоровича. «Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище», — говорила она встречным знакомым, аз же грешный весь тут. Видимо, она решилась прожить жизнь за своего мужа, чтобы таким образом завершить дело его христианского спасения. Безумие? В то время люди лучше всматривались в жизнь друг друга. Соседи за Ксенией Григорьевной послеживали. Что-то никак она в себя не приходила. В военной форме ходить — это одно, а вот отдать бедным свой дом и все имущества — это уже совсем другое дело, даже в XVIII веке. Времена меняются, но людское рассуждение в таких случаях неизменно, вы подумайте. «Была приличная женщина, вела дом, следила за собой и на тебе. Ходит в рванье по улицам, несет всякий бред. Да еще и сама себе финансовую яму роют. Общественность решила, что пора принимать меры. Организовали встречу Ксении Григорьевны с бывшим начальством покойного мужа. Может быть, они смогут выяснить, что случилось с ее головой, и поместить в какое-нибудь богоугодное заведение. Но при беседе Ксения вела себя вполне разумно, и начальство вынуждено было признать, что с головой у нее все в порядке. Пришлось добропорядочным горожанам примириться с этой странной женщиной в своем околотке. Так началась история святой, для которой любовь стала сильнее смерти. Как произошло так, что в босоногой, грязной Ксении, в потрепанном всеми петербургскими ветрами мужнином Камзоля, люди стали видеть блаженную, сказать трудно. Просто постепенно стали замечать, что безумные речи Андрея Федоровича, как она просила себя называть, имеют свой скрытый смысл. Они стали понимать шифр. «Возьми пятак», — предлагала Ксения монету своей знакомой. «Тут царь на коне, Георгий Победоносец, прим». «Рэд. Потухнет. Что потухнет? Зачем пятак?» Уже подходя к дому, женщина видит, что ее дом горит. Потушили пожар очень быстро. Даже, можно сказать, со скоростью чуда. Или однажды зашла Ксения к Пороскеве Антоновой, которой когда-то подарила свой дом, и говорит, «Ты вот тут сидишь, челки штопаешь, а там, у Смоленского кладбища, тебе Бог ребенка послал». «Беги скорее». Пороскева была женщина одинокая и страдала от этого, так что призыв блаженный прозвучал для нее, как горн, и она побежала. При приближении к воротам Смоленского кладбища, ныне это улица Камская, ее бег остановили непредвиденные обстоятельства. Извозчик сбил беременную женщину, та разродилась и сразу скончалась. Младенец оказался на руках у Пороскевы. Но разве не за ним она бежала на кладбище? Отца и родных искали, да так и не нашли. Так у Пороскевы появился сын. Блаженная Ксения дожила до 72 лет, проведя на улице 42 года. Скончалась она не позднее 1806 года. По ночам Ксения стояла на молитве в полях за городом, помогала носить кирпичи на строящуюся колокольню Смоленской церкви, а днем разговаривала с людьми своим эзоповым языком, молилась о них с заботой по-матерински. Ведь люди во все времена с одинаковыми бедами. На Смоленском кладбище гуляют, как в парке. Мамаши с детьми, молодые влюбленные, старики под ручку. По этим же дорожкам когда-то бродила босоногая Ксения, привычный городской персонаж, как сказали бы сейчас. Кто-то смеялся над ней, а кто-то с таинственным видом рассказывал. Она непростая. Вчера мои из гостей ехали поздно, ее за городом видели. И знаете, что она там делала? Молилась. Представляете? Ночью. От улицы Лахтинской на Петроградской стороне, где сначала жила, а потом скиталась Ксения, до Смоленского кладбища на Васильевском острове, путь не близкий. Но там, на Смоленском кладбище, лежал драгоценный человек, незабвенный муж, любовь к которому была у Ксении так велика, что ее и теперь хватает на многих. Сейчас могила Андрея Федоровича, к сожалению, утеряна. После революции и начавшихся гонений на церковь 20-ка Смоленской церкви и священники подписали с Василиостровским советом рабочих депутатов договор об аренде часовни. Среди имен, подписавшихся под этим документом, мы видим имя настоятеля, протеерея Алексея Западалова. Впоследствии священник принял мученическую кончину в Сверлаге. В 1940 году часовню закрыли, но люди не переставали идти к Сении. Во время войны в часовне устроили склад горюче-смазочных материалов, надгробие разобрали, иконы сожгли. После войны, в 1946 году, в тот же год, когда открыли Троице Сергиеву Лавру, было получено разрешение и на открытие часовни. Отсыревшее, оскверненное здание было отреставрировано, начали служить панихиды. С девяти утра до девяти вечера поток людей не иссякал в те годы. В 1960 году часовню опять закрыли, устроили в ней скульптурную мастерскую. А в 1988 году, 6 июня, русская церковь прославила свою святую. Уборщица-часовня, проработавшая на этом послушании десяток лет, говорит о чудесах на могилке блаженной Ксении так, видела ли я чудеса. Ну, смотря, что вы подразумеваете под этим словом. Что вошел человек без ноги, а вышел на своих двоих, нет, такого я не видела. А вот как приходит благодарить, и прямо в часовне из ушей вот такие бриллианты вынимают и отдают на храм. Это я видела. Она делает многозначительное лицо и показывает на руках, что бриллианты были достаточной величины. Я же не буду спрашивать, какое с вами чудо произошло, что вы такие бриллианты отдаёте. То ли спрашивает она, то ли делает заключение о существовании чудес вообще. Чаще всего в часовню к Ксении приходят девушки и женщины. Когда-то сама Ксения устроила семейную жизнь одной своей знакомой девицы. Правда, есть мнение, что Ксения это сделала скорее из жалости к несчастному вдовцу. Девица блаженная сказала, что ей надо идти на Смоленское кладбище, потому что там твой муж жену хоронит. Девица пошла, хотя в словах Ксении было много непонятного, и действительно встретилась там с похоронной процессией. Присоединившись к ней, она познакомилась с самим вдовцом, который впоследствии женился на ней и получил утешение в своей скорби. Так что мужчинам тоже стоит просить себе у Ксении хорошую жену. Смоленское кладбище напоминает сказочный лес где-то на экваторе. Стволы деревьев, словно из темного бархата, высокий папоротник пропускает сквозь резные листья солнечные лучи. Стелющиеся растения окутывают камни над гробей, покрытые мхом. Но проведя несколько часов около часовни блаженной Ксении, пообщавшись с людьми, перестаешь понимать, в каком мире ты находишься. Мир живых переплетается с миром мертвых в бесконечных историях. История человека начинается с рождения, но настоящую жизнь она получает после его смерти, с того часа, когда уже ничего нельзя изменить в этой летописи. На Смоленском кладбище с любовью рассказывают как истории святых, так и истории бандитов. Галина – администратор цирка. Она вырастила трех дочерей, муж у нее генерал-майор милиции, участвовал во многих боевых операциях. На кладбище она свой человек вот уже 12 лет. Ее часто можно встретить у могилы праведного Григория, которого она очень почитает. Он мне всегда помогает. Я спросила благословения у батюшки ухаживать за могилкой. Он давно жил где-то в конце 18 века. Что-то у него в жизни случилось, и он стал все бедным раздавать. Раздавал и говорил, когда ваши дела поправятся, вы тоже часть бедным отдавайте, рассказывает она народное предание. Так Григорий создал что-то типа финансовой пирамиды. По его молитвам многие стали жить хорошо и, в свою очередь, помогали другим. Эта схема действует и по сей день. Есть странная традиция закапывать в его могилу монетки. Галина все время пытается посадить в эту землю цветы, поэтому монетки откопывает и несет в храм. Иногда люди кладут и большие купюры. Так деньги возвращаются нуждающимся. Святой Блаженной Ксении принято писать письма. Раньше из каждой щели часовни над ее могилой на Смоленском кладбище выглядывал беленький уголок записки. Но теперь повесили специальный ящик. Пишут письма и в храм Смоленской иконы Божией Матери, что на кладбище, которому приписана часовня, с просьбой помолиться у Ксениюшки. Так обычно поступают те, кто по тем или иным причинам не имеют возможности доехать до Санкт-Петербурга. Им обычно высылают в ответ лепестки роз в конверте, смоченные в масле из лампадки на могилке Блаженной. Потом многие пишут письма, благодарят, я вам писала в прошлом году о наших семейных проблемах, просила помолиться за нас, грешных. И по молитвам Ксениюшки все разрешилось. Конечно, что такое квартира или пенсия по сравнению с духовной жизнью. Но ведь не все могут жить духовной жизнью на улице без денег, как делала эта блаженная Ксения. Петербуржцы идут к ней как к самому близкому человеку. И не важно, что они просят квартиру с машиной или мужа хорошего. Загадка в том, что просят они у той, кто все это потерял за один день, и мужа, и дом, и экипажи. И она никому не отказывает в утешении и помощи. Божественная литургия в храме во имя Смоленской иконы Божией Матери совершается ежедневно в 10 часов утра. В праздничные и воскресные дни совершаются две литургии, ранее в 7 часов утра и позднее в 10 часов. Каждый день по окончании литургии – Таинство Крещения. Вечернее богослужение начинается в 6 часов вечера в летнее время и в 5 часов вечера в зимнее. Молебны о здравии и панихиды по усопшим в часовне блаженной Ксении служатся ежедневно с 11 часов утра в будни и с 10 часов утра в праздники. Часовня открыта для посещений до 5 часов вечера. Адрес храма Смоленской иконы Божией Матери, по которому вы можете отправлять письма и почтовые переводы с записками на молебны и панихиды. Настоятелю протеерею Виктору Московскому. Субтитры предоставил субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры предоставил субтитры Алексею Дубровскому.